Продолжение следует... Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды, они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушении, чем в созидании. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применят даже в госпитале. И даже пришлось наказать еще и судью на линии. Такие передачи растягивают, разрывают оборону сопернику. Хороший владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Как вариант продолжения напрашивается навес. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Продолжение следует...